Этот большой двор на пересечении Силиной и Ташкентской – излюбленное место для прогулок у жителей сразу восьми домов. Все вместе они объединились, чтобы сделать свою территорию по-настоящему комфортной и для родителей с детьми, и для подростков, и для пенсионеров. Разработали проект и подали заявку на участие в программе формирования комфортной городской среды. Теперь с нетерпением ждут окончания работ. Положили первую дорожку, вон там они положили. Дети с бабушками проходят и щелкают ножками. То есть, вы понимаете, вот такое ощущение, что это не рытвенно, не колдобенно, а вот именно то, что это приятное покрытие. Подрядчики вышли на объект в конце апреля. Уже выполнили демонтаж старого оборудования и асфальтового покрытия. Сейчас производят земляные работы, продолжают укладывать пешеходные дорожки и готовят основания под многочисленные детские, игровые и спортивные площадки. В дальнейшем во дворе также обновят внутриквартальные проезды, обустроят парковочные карманы, установят урны и скамейки. Ориентировочно в начале июня будет готово благоустройство, и мы приступим к монтажу детского игрового оборудования с последующим устройством резинового антитравматического покрытия. Также здесь будет, помимо игровых комплексов, геопластика из резинового покрытия, также воркаут-зона. Всего в промышленном районе в рамках программы в этом году преобразится 11 дворов. На шести объектах работы уже начали. Подрядчики выполняют все задачи ответственно, по возможности с опережением графика. На каждом объекте ведется ежедневный контроль качества работ. За каждым объектом закреплен куратор от администрации района. Кроме того, заключен муниципальный контракт на выполнение строительного надзора. С жителями на каждом адресе встречаемся. Пожелание стараемся учесть. Благоустройство пространств в промышленном районе проводится и в рамках других действующих в регионе и городе программ. Так, четыре территории будут обновлены в рамках губернаторского проекта «Содействие». Семь площадок в рамках программы инициативного бюджетирования. А в 13 дворах района будут отремонтированы внутриквартальные проезды за счет средств Министерства транспорта. Напомним, что до 30 мая в Самаре проходит голосование за пространство, претендующее на благоустройство по программе формирования комфортной городской среды в 2023 году. Отдать свой голос можно на сайте 63.городсреда.ру. На голосование вынесено 20 общественных территорий по всей Самаре. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.